Это сложно. Испанская капуста это не украинская капуста. Она настолько плотная, что вот здесь подрезать головку. Зачем? Я просто посмотрела, как она красивая на видео. Спробовала, я попробовала, я попробовала. Я так буду до ранку, зранку до смирканку, показала моя баба, знимати цель. Не хочет ли она? А что? Это на бигус. Готовы листы, какие красиво отделились. Просто кидаем в кипяток, чтобы они стали мягенькими. Может ложкой лучше? Может ложкой, только они ложкой. Это очень все. Сейчас крышкой накрыю. Хай трохи. Я так скажу. Надо ела дирать по листочку. Пробуем второй вариант. Засунули головку в кипящую воду. Хай пропарюється. 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 Ну короче, подивимося, что выйдет. Бо віддерти неможливо. Пропарюється. До полуготовности варимо рис. Закипел и до сих. На ноль. Ну, шось там оно будет. Готовка на бигус. Не промываю рис. Он должен быть липким. Начинка. Фарш. Свинина, телятина 50 на 50. Лук, морковь, рис. Который просто закипел до полуготовности. Я высыпаю сразу горячим. Не жду пока остынет. Перемешиваю. Привет! Подожди. Пропарюється. И она должна легко отставати. По опыту скажу, что это не всегда так бывает. Когда соединяем. Сразу посолила, поперчила. Тут опять же, кто как любит. И вылила там вот. Потом это я додаю много. Ну, здесь полбанки. Да, полбанки, но вот это заливаю водой, короче. Вода там, где в кастрюле варился рис. Потом мою банку. Голубцы. И перемешиваем все. Наша начинка почти готова. Голубцы готовятся очень долго, поэтому... То, что мы сегодня кушать не будем? Будем, скорее всего, но поздно вечером. Капусту я уже отключила. Она пропарилась. Сейчас немножко остынет. И я ее переложу, чтобы она стекла. Сейчас будем снимать листы. Вот это вода, которая с капусты. Это бульон. Будем заливать водой целью. Уже серьезно справа. Снимаем. Вот такие листы получаются. С головки. Заворачиваем конвертики. И складываем. Показываю, как делаем конвертики. Я срезаю здесь такой черенок. И складываем вот это. Это не отходы. Это будет бигус. Или пирожки с капустой. Начинки не жалеем. Положили. Отсюда снимаешь, да? Вот так вот закрыли. Вот так вот. Вот так вот. И раз, получился конвертик. Складываем в кастрюлю сразу. Я беру керамическую кастрюлю. Они в ней очень хорошо. И так, пока не кончится фарш. Мама накрутила. Да. И не голубчики, а голубцы. Ты снимаешь? Конечно. Голубцы. Не голубчики, а голубцы. Крутим. Крутим. Путин. Беремо. Томат. И равномерно заливаем. Накрутили. Залили. Залили. Поставили. Закрыли крышкой. Поставили. Я ставлю сначала на самый большой огонь. Оно. Потому что кастрюля керамическая. Очень долго закипает. Греется. Потом ставлю на самый-самый маленький огонь. И час-час двадцать я не заглядываю. Они должны не бурлить, а томиться. Чуть-чуть оливьем из остатков капусты. Делаем начинку для пирога, для бригуса. Посолили. Не перчили. Потому что заранее подготовленные цыгуллины. Начали. Все. На медленный огонь. Тут у нас вот закипает, прогревается кастрюля. Сейчас на медленный огонь. И капусту. До готовности доводим. Получается капуста, соль и цыгуля. Ну и алия. Накрываем. Все. Ставим на медленный огонь. Ну вот наши голубчики готовы. Голубцы готовы. Ура! Наконец-то мы будем их кушать. Ням-ням. Сегодня. Очень-очень вкусно. И, кстати, начинали готовить в керамической посуде. Закончили в большой сковородке. Керамическая кастрюля треснула. Приятного аппетита. Так что, керамическая, конечно, модная и красивая. Но железная надежнее. Спасли голубцы. Сейчас будем кушать. Приятного аппетита. Давайте опу� axe. Then, окей. Продолжение следует...